Восемь утра на восточном побережье Америки в студии с новостями Анри Юлиан. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Хилари Клинтон решила баллотироваться на пост президента США. Умные часы Apple Watch были распроданы в течение нескольких минут. Туринскую плащаницу выставят на всеобщее обозрение впервые за пять лет. Ученые открыли новые виды карликовых драконов в горах Южной Америки. Комитет НСИ утвердил Библию книгой штата. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. Хилари Клинтон вернулась в политику и готовит заявление об участии в борьбе за пост президента США на предстоящих выборах в ноябре 2016 года. О своем намерении она объявит на странице в Твиттере. Затем она отправится в поездку в штаты Айова и Нью-Хемпшир, где в начале будущего года должны состояться первые собрания партийных активистов. Имя официального кандидата демократов на президентских выборах будет названа в Филадельфии на национальном съезде партии в июле 2016 года, сообщают европейские новости. Умные часы Apple Watch были распроданы в течение нескольких минут. Некоторые модели стоимостью от 300 долларов до 10 тысяч были полностью раскуплены в течение нескольких минут. Как считает аналитик Джим Манстер, компании Apple удастся реализовать за финансовый год 8 миллионов часов. Apple Watch были доступны для перезаказов США, Англии, Франции, Германии, Китая, Японии и Гонконге, сообщает ЯрНовости.ру. Знаменитая христианская святыня Туринская плащаница, в которую по преданию было обернуто тело Христа, будет выставлено на всеобщее обозрение в католическом храме Пьемонта с 19 апреля по 24 июня. Четырехметровая плащаница представляет собой кусок льняной ткани, на которой в двух проекциях изображено человеческое тело, анфас из-за спины. В Перуе реликвия упоминается в 14 веке, а с 1578 года плащаница хранится в соборе Иоанна Крестителя в Турине. В 1898 году, когда святыня выставлялась на всеобщее обозрение, фотограф-любитель Секонтопия сделал снимки, на негативах которых и был обнаружен человеческий лик. Это открытие поставило множество вопросов перед учеными и богословами, главным из которых стал вопрос ее подлинности. Однако провести серьезные исследования с помощью современных методов удалось только в конце 20 века, сообщает Седмица.ру. Зоологи из Эквадора обнаружили в горных лесах Южной Америки три новых вида ящериц и нилоидосов, неизвестных науке, которых окрестили мини-драконами из-за их похожести на огнедышащих рептилий из китайского фольклора. Одного из новых рептилий назвали в честь места находки – Анисалепис. Теперь, благодаря открытию ученых, науке известно 15 различных видов анилоидосов, сообщает журнал New Kids. В комитете штата Теннесси, который утверждает законопроекты перед вынесением их на голосование в Палате представителей и Сенате, почти единогласно согласились признать Библию официальной книгой штата. Во вторник представители штата утвердили законопроект. При этом ни один из политиков не проголосовал против, только двое воздержались, сообщает телеканал CNL. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 16 апреля 1889 году родился Чарли Чаблин, великий американский киноактер и режиссер комедийного жанра. В этот же день, 1927 году, родился папа римский Бенедикт XVI, запомнившийся как страстный любитель кошек и котов. В 1941 году родился Сергей Никоненко, советский киноактер, сыгравший в фильмах «Дворянское гнездо», «Преступление и наказание», «Золотые ворота» и другие. 16 апреля празднует в Армении День полиции, в Израиле День памяти жертв Холокоста, в Чечне День мира, а в Америке День грибов. На этом мы с вами прощаемся. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте radiovector.org. С вами были Андрей Юлиан и Светлана Кесельман. Всего доброго, до встречи через неделю. Radiovector. Смирение в правильном направлении.